Я задал этот вопрос в контексте того, что вот эти вот временно оккупированные территории, мы не видим там ни о митингах с желающими вернуться в лоно Украины, ни какой-то грандиозной партизанской войны. Когда слушаешь некоторых из них, некоторых людей, у которых берут интервью, то жуть берет. Это то же самое, что говорит Фарион, только лишь с другой стороны. Максимально хамские высказывания об украинцах, Украине, украинской власти. То есть не видно этого желания объединиться. Почему? Во-первых, не забывайте, что украинские патриоты, которые находились и на Донбассе, и в Крыму, они уже давно оттуда уехали. Из Донбасса уехало несколько миллионов человек, не будем забывать. Да, часть из них уехала в Российскую Федерацию, часть в Европу, но большинство находится здесь, на украинской территории. Почему нет митингов? Так страшно же людям. Раз. Во-вторых, не будем забывать, что подавляющее население Крыма, особенно южного берега Крыма и Севастополя, они с радостью приняли Россию. Здесь можно долго объяснять, по каким причинам это произошло. Но то, что они рады были России, то, что они ее ждали, Путина ждали и так далее, это правда, какой бы горькой она ни была. Во-первых, там было русскоязычное, не просто русскоязычное, а такое русско-мирское население, не будем забывать, но тот же Севастополь. Военные отставники, которые, значит, военно-морские силы, пенсионеры военно-морских сил российских, они же со всей страны, с Россией в советское время съезжались в Севастополь. То есть там было очень пророссийски настроенное население. Раз. Второе. Россия с ними активно работала, а Украина дурака валяла. Украинцы, украинские власти разворовывали Крым точно так же, отдавив его на откуп местным бандитам. Местные бандиты были в российском лоне. Тут много можно говорить об этом, но опять-таки, это территория Украины. И те, кто говорят, что вот это Хрущев подарил свое время, да там тоже много можно рассказывать на эту тему, но есть понятие неприкосновенности границ. Есть документы. Первое, Беловежское соглашение, которое четко все распределило, когда Советский Союз распался. И второе, Будапештское соглашение, меморандум Будапештский. Там четко сказано, Украина отдает ядерное оружие в обмен на гарантии со стороны Соединенных Штатов, Российской Федерации, Великобритании и Франции, о территориальной целостности и суверенитете сохранения Украины. Но вышло так, что это просто бумажка, которая ничего не значит. Вышло так, что это просто бумажка, но в мире существует наивысшая справедливость, и согласно этой справедливости границы Украины, я убежден в этом, будут восстановлены. Или они перестанут существовать по всему миру.